всем привет сегодня 10 08 7 40 утра продолжаю записывать ежедневные видео юники фруктоеда подготовка к переходу на прана всем кому интересно остались со мной сейчас я как обычно измеряю свой вес померя давление продолжу читать книгу постепенно рассказываю что-нибудь интересненькое она тренирует весы пол не ровно так вес теме 3 с за счет за счет мочи не теряю я была нанос в в в 7,7,3... было даже 7,7,9... так... теперь... надо давление... так... 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 102 на 64,7,4. Держится стабильно. Вчера была 102 на 60, 59 пульсов, а это нормально. И это есть. Лично я забываю увеличение убирать. Дисплей у меня не работает, понимаете, он не разбит. Потом получается... На улице сейчас плюс 20, в комнате почти плюс 24. А, вот. Почти середина. Так или это закончится? Так, ладно, это все хорошо. 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 Продолжение следует... 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 Раз в четверо суток приезжать кормить собак. Три обычных кулечка каши. Два пакета молока литровых, один сыворотки литровые. Раз привез, ну, в прошлый раз пакет с косточками, там 4 косточки было, ну, может, такие вот. Шейки-маш, полкило, и карту-колбаса-марантрита. Семь собак, четыре малых и трое взрослые. Семь собак, четыре взрослые. Семь собак, четыре взрослых. Семь собак, четыре взрослые. Продолжение следует... 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 Я не знаю... Я... И... Продолжение следует... 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 То есть, человек, который захочет доказать факт того, что я как-то вот махлю и там нечестен, может этим воспользоваться. Поэтому мне нужен был именно картридер. С помощью картридера я 8 гигабайт могла уже реально за 15 минут. То есть 2,5 гигабайта мне передается за одну минуту. Благодаря этому картридеру все происходит очень даже быстро. То есть, есть такие люди, которые не заинтересованы в том, чтобы я распространял, поддерживал движение, сопротивление мясным фермам, животноводствам. Это именно те люди, которые проплачены животноводством, либо занимаются животноводством. И они любыми средствами будут искать любую причину, любые факторы, которые не соответствуют моим словам в этих видео. Таким образом, надо сделать их максимально точными, максимально правдивыми, что ли. И мне бы хотелось, конечно, еще много снимать, но на данный момент это пока что невозможно. Для этого нужна, я уже говорил, камера внешнего наблюдения, которая будет подключена к компьютеру, и видео будет сразу переходить на компьютер. Чтобы она снимала не час, как вебка, не два с половиной часа, как видеокамера, а чтобы она снимала постоянно. По крайней мере, 10-12 часов. С перерывом, чтобы опять подключиться. И чтобы была именно ночная подсветка. Если кто-то может мне с этим помочь, я буду только рад. Пишите в ВКонтакте, обязательно спишемся. Вот. То есть, те люди, которые поддерживают это движение, нигде еще ни разу, ни в YouTube я не встречал ни на каком другом видеосайте, чтобы кто-то таким подобным образом создавал доказательство того, что веганство, вегаторианство, вегаторианство и поедение может обеспечить человека нормальным, нормальной жизнью, нормальным здоровьем, отличным здоровьем. По мне, видно, что я не болею. Вот. А мясоедение оно никому не надо, и то, что врачи сказали, Тёте Виктора, что нужно есть мясо при сахарном диабете, но это просто, ну, говорит реально о том, что животноводство сейчас не в самом лучшем положении, да как минимум, и они идут на любые, любые методы используют, чтобы как-то улучшить их положение. Но это, как вот, знаете, смертельные уже муки. Сейчас молодое поколение очень редко, когда вы встретите, чтобы молодая девушка имела лишний вес. Почему? Потому что, ну, конкуренция. Они стараются выглядеть гораздо лучше, потому что, ну, с лишним весом никому не интересны. А поскольку у женщин рождаются больше, чем у мужчин, это факт. Тем более сейчас война, женщин гораздо больше ставятся, чем у мужчин, то им найти подходящего мужа гораздо сложнее, чем это было делать даже раньше. Сейчас конкуренция и вес питания очень имеют большое значение для каждого. Но так же самое и от кого, допустим, вы выберете, если вы парень, там мужчина, да, ну, с лишним весом, либо с нормальным весом, естественно, с нормальным весом. Хотя некоторых нравятся и другие, зависит от того, какого ты веса, какое у тебя веса. Поэтому животноводство не в самом лучшем положении. И они это понимают, что новое поколение все чаще и чаще придерживается норм питания. В конечном итоге животноводство придет впадать. Именно сейчас это происходит. Я участник этого процесса. Так сказать, свою копеечку вложить. Ладно. Я, так конечно, не договорил, нигде не встречал, чтобы десять часов в сутки кто-то записывал то, что он именно питается в что-то и день. Каждый говорит уже о результатах, либо сам процесс того, что он именно этим питается. Как он ест. То большинство монофруктоведения перемешивает, все смешивает. А поскольку, опять-таки, эти самые энзимы, они должны давать сигнал рецепторам в нашем желудке на выделение либо щелочи, либо кислоты. Так вот, щелочь тоже должна быть определенного типа. Если, допустим, это цитрусовые, то поскольку там есть кислота в этих цитрусовых, то щелочь должна быть, наверное, более концентрированной, да, я так понимаю. Если же это те же самые яблоки, то там меньше, допустим, кислоты. Ну, должно быть менее концентрированной. И поэтому, если все это перемешано, там разные цитрусовые, бананы, там яблоки, все это делается миксами и тому подобное, то выделяется именно та кислота, которая обрабатывает именно тот фрукт, которого в этом миксе больше всего. Ну, а все остальное уже частично подвергается тоже обработке. Таким образом, оно не усваивается. А это не идет на пользу организму. Вот. И монофруктоедение, как и монофруктоедение, является идеальным вариантом. Вообще разрешается не более трех компонентов смешивать. Вот. Ну, я придерживаюсь монофруктоедения, тем более, что особого выбора нет. Вот. Ну, и может показаться, что я в такой ситуации попал. У меня, может быть, жалко и тому подобное. Ну, я же говорю, этот парень, с которым я разговаривал, посыпался тут на стола. 8 месяцев назад приехал, и он все-таки смог себе найти здесь, в Полтаве, неофициально тогда устроиться. Ну, у него просто там выбора не было. Он, знаете, самый обычный парень. Питается, там вредные привычки и тому подобное. Девушка. То есть это все требует мой тренинг затрат. У меня после всяких событий наступило прозрение, реальное прозрение, что это все не имеет смысла. Это единственное, чем я сейчас занимаюсь. Хочу открыть людям глаза на подобные вещи, и чтобы с ними произошло такое озарение, как произошло именно со мной. Ну, судя по просмотрам, я вот вижу, что людям пока что это не интересно. Либо они просто не могут найти это видео. Хотя по другим видео на подобной тематике, крутое идеи, сырое идеи, можно видеть, что там просмотров реально много. Просто, наверное, какая-то реклама идет, как-то распространяется. Но я всем этим не занимаюсь, поскольку на это нужно ресурсы. Именно интернет постоянно, нормально, скоростно, чтоб компьютер не перегревался. А у меня либо идет обработка, либо загрузка, либо я не в сети. Таким образом, распространять мне видео некогда. И у меня помощников для этого нет. Вот. Ну и, естественно, время. Время тоже должно пройти, потому что YouTube так устроен. Это система, если человек когда-либо посмотрел тематику, допустим, в тоедине, то это видео обязательно... Мое видео обязательно новое появится у него в рекомендуемых справах. Ну, так и самая любая тема, если мы когда-то посмотрели, новое видео появляется и автоматически... Но для этого также должно пройти время, чтобы было как можно больше просмотров. Чтобы было больше просмотров, надо, чтобы оно чаще появлялось, ну и так далее. Это так же самое, как с работой. Чтобы поступить на новую работу, надо иметь опыт работы. Чтобы получить опыт работы, надо поступить на эту работу. Вот такая у нас. Но, тем не менее, YouTube работает, и постепенно просмотры появляются. В рекомендуемых, по поиску, либо на канале. Вот так вот. Если бы до меня дошло раньше, что можно делать обработку видео, уменьшать объем, я бы уже раньше этим занялся. Ну, у меня раньше не было кардридера, но это, конечно, существенная проблема. Когда наступит тот момент, я пойму, что больше у меня есть, нет смысла питаться физической пищей. Это будет начало перехода на праны. Сейчас я голода не чувствую. Я питаюсь в разное время, и у моего желудка к определенному времени. То есть у каждого живого организма есть свои биологические, так называемые, часы. Он, ну, как определяет время, которому нужно подготовить, подготовить желудочный сок. Хотя, в принципе, как узнать, ну, опять-таки, привычка. Если человек постоянно питается именно животно-растительной, то есть смешанной пищей, то и желудочный сок именно кислотный. Во-первых, я реально к этому времени, благодаря внутренним часам, выделяю этот самый желудочный сок. У меня такого нету, я питаюсь в разное время. Я в зависимости от никакой системы. Поэтому я и голода не чувствую. То есть, если человек вовремя не поест, допустим, там, два часа у него двина часов обед, если он вовремя не поест, то желудок уже будет начинать переваривать стенки, ну, самого себя, да, так сказать. И это будет уже давать сигналы о чувстве голода. Вот. Таким образом, человек будет чувствовать голод. Я же голода не чувствую, хотите ветки, хотите, нет, но это правда. Я не чувствую жажды. Опять-таки, как это можно доказать? Вот. Я вам показываю, что есть весы, есть камера, я свешиваюсь, вы видите, что мой вес, кроме как после яблок, не увеличивается. Я воду не пью. Если какие-то у вас вопросы возникнут, сомнения, вы пишите, я исправлюсь. То есть, со стороны гораздо лучше видно, возникают сомнения, ну, как это всё именно происходит. Вы пишите, вот, допустим, мне надо чаще взвешиваться, чаще снимать свой вес. Хорошо, я приму это к сведению, так буду делать. Последний раз я бил воду, это было 4-го, 07-го, месяц назад. Вот. То есть, ни жажды, ни голода я не испытываю, но пока всё это не утрясётся. То есть, надо понимать, что есть, ну, как минимум две составляющие питания. Это физическое питание и эмоциональное питание. Те люди, которые подвержены избыточному весу, чаще всего испытывают эмоциональный голод. То есть, на самом деле, физический голод наступает, ну, по крайней мере, через два дня пассивного труда. Либо через день активного труда. То есть, это именно, когда начинается истощение. Ну, не прям, там, аж минус 10, да, за сутки. Я имею в виду, что это именно физический голод, а не когда возникает синдром, так называемого, незаполненного желудка. Когда желудок здоровый, к определённому времени вырабатывается сок, и начинается самопереваривание желудка. Это синдром незаполненного желудка. А вот уже, когда нет никакой системы питания, и через сутки тогда можно почувствовать голод. Вот, это именно физический голод. Но чаще всего это либо синдром незаполненного желудка, либо эмоциональный голод. Когда какие-то проблемы возникают, какие-то переживания, нервы. И таким образом надо что-то съесть, чтобы как-то отлежься, либо наполнить свой желудок до отказа, чтобы кровь от головы приклынула, так сказать, желудку. И таким образом ты немножко успокоился. Либо покурить, либо выпить. Каждый расслабляется по-своему. Сначала связываю все проблемы, а потом расслабляется. Но сейчас это война, короче, я как бы её не создавал, но она меня, так или иначе, частично или косменно касается. Потому что я оказался здесь, хотя я здесь оказаться не хотел. Только, собственно говоря, так сказать, я здесь застрял. Вот. И пока я от этого эмоционального беспокойства не избавлюсь, для этого я читаю книгу. Что это за книга, я расскажу попозже. Вот, она мне очень помогает. Как видите, я держусь. Давление у меня в норме. Пульс немножко оттуда-сюда скачет, да. И, если бы я сильно переживал, я бы как-то не контролировал всегда, давление бы у меня тоже повышалось. Ну, это так и не так, это всё, что я могу сказать. Вот. В дальнейшем сегодня я расскажу своих планок на осень. Вот. Ну, опять-таки, буду получать новый опыт, буду рассказывать всё, что смогу вам рассказать. Вот. Сейчас я просто буду читать книгу. Ну, вы оставайтесь со мной, обязательно не уходите, не переключайтесь. Ээээм... Свежую порцию новостей я вам обязательно расскажу. Понимаете, оставаясь со мной на моем канале, на моих видосах, вы мне косвенно помогаете, не только мне именно, а именно всему этому движению, фруктоедению, сыроедению, побороть существующую систему. Ученые утверждают, что Земля грозит перенаселение. Те страны, которые больше, чем миллиард человек, там Индия, Китай, там, естественно, уже перенаселение, численность вообще неэффективно контролируется. В нашей же стране, наоборот, смертность превышает рождаемость, и нам явно не грозит, никак не грозит перенаселение. Само же Украина, это аграрная страна, самая по площади, самая большая в Европе, вот, и самая большая аграрная страна, то есть производим, в первую очередь, сельскохозяйственную продукцию. Нам это мясо, по сути дела, не надо вообще, но люди к этому пока еще не готовы. Молодое поколение кое-как просыпает. В России это гораздо больше развито. Вот, когда я говорю про Россию, не надо сразу думать, потому что Россия это агрессор, всех подкнув ребенку, загребать, не стоит этого делать. В России есть нормальные, адекватные люди, не надо всех приравнивать теористам и агрессорам. Это, я говорю, как человек, который был в оккупации. Именно благодаря тому, что Россия, просмотры из России дают 60% всей прибыли, я нахожусь сейчас именно здесь. Потому что эти деньги позволят мне сюда приехать. Я хочу сказать всем большое спасибо и русским зрителям моего канала, и украинским, и всем остальным из 110 стран, которые смотрят мой канал. Вот, и очень бы хотелось, чтобы это движение развивалось везде, и мы в конечном итоге избавились от этих ферм. Скотобоин, это ужасное явление. Знаете, не стоит всю вину сразу перекладывать на производителя. В первую очередь, предложение порождается спросом. Если есть спрос, значит есть предложение. То есть, надо не бороться именно со скотобоинами, а обязательно проводить такую раздельную работу с теми, кто именно питается мясом. В ведах пишется, что ответственность за убийство любого животного несут 5 человек. Во-первых, тот, кто убивает животного. Во-вторых, тот, кто ему помогает. В-третьих, тот, кто покупает это мясо. В-четвертых, тот, кто готовит это мясо. И в-пятых, в-пятых человек, тот, кто ест это мясо. Так вот, на всех этапах можно еще добавить, а то распространяется, продают это мясо. Как бы, веды, это оно очень древное, такие священные писания. Тогда мясо в каждом дворе было. Сами выращивали, сами забывали, поэтому запретили. И сейчас идет продажа. Так вот, я считаю, что продавец, в частности, не только мясо, а и алкогольных, спиртных напитков. Допустим, где раньше в Арусе работал. Вот, я был распространителем, по сути дела, спиртных напитков. Хотя я работал в общем в отделе напитков. Там и соки, и минеральная вода, и газированные напитки таковые. Ну и спиртные участки. Так вот, я был распространителем, принимал часть распространения спиртных напитков. Это тоже, как бы, я считаю, грехом. Вот, но я, как бы, осознал это, покаялся, и больше никогда принимать участие в этом не буду. Так вот, те, кто распространяет мясо, по сути, трупы животных, берет на себя грех. И, хотите, верьте, хотите, нет, существует рай или ад. Это, по сути дела, в дальнейшем, после смерти, будет приниматься решение, какую часть райских планет или в ад, и в какой именно ад. То есть, она тоже классифицируется в зависимости от тяжести и греховной деятельности человека. И, в конечном итоге, каждый ответит за свои поступки. Ну, пишется, что в Священном Писании, что, в любом случае, душа бессмертна. Человек будет страдать в этом аду, будет получать, таким образом, очищение. И, в конечном итоге, когда очистит через многие-многие тысячи лет, в зависимости от тяжести своих греховных действий, он опять вопатится в живая душа, его опять вопатится в живом существе, но в каком именно, далеко не хорошо, что это будет опять человек. Он может и в растении, может и в животном, чтобы продолжать очищение. Таким образом, он будет опять рождаться, умирать, очищаться, рождаться. До тех пор, пока не осознают, что все это не имеет смысла, самое главное, перестать грешить. Совершать, допустим, в восточной философии запрещено совершать четыре действия. Есть мясо, совершать недозволенные половые связи вне брака, играть в азартные игры и употреблять оберманивающие вещества. Этого все нельзя делать. Вот, ну и самое главное, выйти из этого круговорота рождения и смерти, которое вообще не имеет никакого смысла. Таким образом, спасти свою вечную душу. Ну, многие-то сейчас это будут слушать, и если кто-то будет слушать, им просто это будет неинтересно. Ну, я для себя решил, что, поскольку я уже осознал, что вся моя прошлая деятельность не имела очень большого смысла, она просто привела меня к этому осознанию. То есть, если бы я всем этим не занимался, я бы этого не смогу понять, так? То есть, причина следственной связи. Я покупал много техники, потом присыдился ею пользоваться. Понял, что мои затраты не стоят этого. И меня просто осенило, что любая вещь мною купленная, просто в конце концов, я ею присыщусь. И она не приносит мне того удовольствия, которое бы мне хотелось. Таким образом, я стал искать альтернативу, чем мне заниматься и чем мне делать. В результате, я занимаюсь тем, чем я сейчас занимаюсь. То есть, надо служить людям, надо помогать людям осознать себя не просто телом, да, человечным телом, а именно душой. Ну, другой вопрос, есть ли душа, если жить после смерти, есть ли Бога, это совсем другой вопрос. Дело в том, что, когда человек осознает себя как душа, верит ли мы в это искренне или нет, он не уподобляется животному. То есть, и животным, и людям, людям, да, людям, свойственны такие качества, как питание, совокупление, сон и самозащита. Вот, если все это не контролируется, то человек подобен животному. Козу там, например, или там, свинье, собаке. Вот, если же это все контролируется, то человек начинает подниматься немножко более высокий уровень и заниматься чем-то более полезным для общества делом. Но дело в том, что когда общество не готово к этому, оно не может адекватно воспринимать. Ну, сейчас, как бы, я оценивал бы ситуацию с обществом, ну, вот так вот, 50 на 50. Ну, в разных странах, ну, в разных местах, короче, реально по-разному, ну, примерно на одном уровне. Хотя раньше было, да, там, не понимающих больше, а понимающих меньше. Сейчас все осталось гораздо лучше, благодаря, во многом, благодаря Интернету. Вот, и... Таким гигам, как я читаю, это не первая книга, я много гигов уже прочитал, именно они меня привели именно к этой книге. Вот, ну, в общем говоря, что-то я разговаривался. Ну, когда читаешь такие книги, просто накапливается информация, начинаешь сопоставлять с той ситуацией, которая была в твоей жизни, с ситуациями, и понимаешь, что частично или полностью идёт совпадение с тем, что описано, с тем, что происходило. И хочешь, не хочешь, а, ну, либо ты веришь, либо ты всё равно понимаешь, что лучше так, чем возвращаться в той прежней жизни. Возвращаясь в той прежней жизни, можно пасть настолько низко, что даже не заметишь, как ты пал. И считать это нормой. Почему нормой? Потому что все так вокруг живут. Потому что, ну, если сейчас кого-то начинать винить, что ты так вот, такой растяплой, да, плохо живёшь, ну, ну, а кто я такой, чтобы кого-то винить, да, если меня это лично не касается, ну, можно сказать, да, бог тебе, бог тебе судья и поступай, как знаешь. Но жизнь-то продолжается. пока мы в этой жизни живём, чё-то, ну, продолжает кому-то гадить. И далеко не факт, что он получит в этой жизни наказание на обычные методы, да, вот в правосудии. Поэтому надо всё-таки как-то держать ухо востро и следить, кто как живёт и принимать какие-то меры. Иначе, ну, общество деградирует до самого низкого уровня, ниже даже животных. Почему? Потому что, на самом деле, когда животное не голодное, оно больше нормы не съест. Ну, в осени бывает, ну, у животных начинается массовый жор, они начинают активно запасать питательные вещества. Это я пока там своим заметил, да. Ну, по собакам, в частности, тоже осенью будет массовый жор. То есть, летом такого массового жора, хотя они постоянно хотят есть, но если уже желудок переполнят, то они уже есть не будут. То есть, а человек же ест постоянно. что-то жуёт постоянно, жуёт, жуёт. Ну, так же само по поводу сна. Если собака выспалась, она в любой момент может проснуться. Человек же будет спать и десять, пять, десять часов даже больше. Ну, вот. И... по поводу размножения, допустим, животных размножается в чётко определённое время. Большинство животных, где он с пять процентов, не испытывают удовольствия при совокуплении. Ну, потому что у них нет определённых участков мозга, которые за это отвечают. И... Хотя самцы могут размножаться со многими самками, спариваться, да, самки при этом после оплодотворения уже временными самками спариваться не будут. Действительно, что есть такие приматы, как шимпанзе и бонобо, у них сам процесс совокупления, спаривания, это является своего рода коммуникации. То есть, есть самец, он вожак в группе этих обезьян, и он скажет, самка спариваться таким образом, даже вне брачного сезона, когда самка готова к совокуплению, таким образом самка ему показывает своё подчинение там самцу, и он знает, что эта самка его самка. И он по многу раз со многими самками в день может спариваться, даже с одной и той же, если появляется другой самец, то он их защищает. Ну, а самкам самое главное, чтобы этот самец был самым сильным. То есть, они не против, как бы спариваться с другим самцом, если он победит этого первого самца. Так же самое в человеческом обществе. Если женщина находит себе нормального мужчину, вроде бы, да, там, с деньгами, туда-сюда, она с ним остаётся, но если появляется другой, этот другой её, так, очаровывает и создаёт все условия, там, для интима и романтики, а она остаётся с ним, она изменяет своему прежнему, так сказать, кавалеру, потому что другой гораздо лучше. Так же самое, как и у животных, женщина пытается выбрать лучшего самца для своего потомца, чтобы её потомство было наиболее приспособлено для выживания в современных условиях. Самое главное – это здоровье. Вот, именно этим руководятся женщины, и я это прекрасно понимаю, что никакой любви, на самом деле, до гроба не существует, очень редкие женщины могут остаться с одним мужчиной, даже если у него там дела, либо здоровье, либо бизнес, какой-нибудь там работа, приходит в упадок. Очень редкие, кто действительно до гроба. Ну, а любовь, любовь проходит. Это влечение просто проходит, это действительно всё, как у зверей. Вот, значит, на этом я свой рассказ пока заканчиваю. Можно много об этом рассуждать. Лучше быть самым очень быстрым попал, и лучше ничего не здесь, чем есть что попало. потому что это всё ведёт к очень нехорошим последствиям. Надо научиться контролировать свои чувства. по сути, этим я и занимаюсь. По сути, этим я и занимаюсь. Так, ладно. Поехали. 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 Eh. Пowille. Ниже�. Продолжение следует... 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 Интересно, 66,9... 67,3... Ну, вес теряется даже в то время, когда просто сидишь, всё равно тратишь на огне. Да, я с камерой был. Ну вот, минус 100 грамм с виртским весом. 70,76. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Обратите внимание, я по 3 часа в туалете не сижу... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Надо воды набрать вместе с собаком, воды налить. Короче, походи. Благодарю. Так. Всё. Продолжим. Продолжение следует. Продолжение следует... 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 Теперь разделить... На 60... На 60 минут в часе... 1800 часов... И... Разделить... На... 24 часа сутки... 1800... Часов... Что-то... Вот... 75 дней... То есть... Человек, который проводит по 5 минут в сутки в туалете... Заседает... 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 Расслабляется... Думает... Какой угодно назвать... По 5 минут в день... Это в среднем... За свою жизнь... Шестиселетнюю... Теряет... 75 дней... Жизни... А если... Еще... Учитывая то... Что... По... По полсуток... Мы скинем... Ну... В среднем... 75 дней... На 8 человек... Спит... Там... Ну... Пусть 8 часов... В лучшем случае... Эм... Что надо делать... 8 умножить... Ну... Пусть будет даже те... Те же самые... 60 лет... И... Разбуду... Подожди... Вот так... 60 лет... 8 часов... Не люблю математику... У меня... В практике таких отчислений особо нет... Короче... 8 умножить на 30... Умножить... На... 30... ... Ну... 1... 1... 1... 2... 1... 1... 1... 60... Разделить на 2-4. 7200 суток, ну короче говоря, почти половина своей жизни. По крайней мере, 1-3 точно. Человек тратит на сон. Ну а ещё взять работа, то есть как такового времени для саморазвития у человека не остаётся. По судя среднего человека, такового, который работает, спит, работает, ес, спит, в туалет. Делайте выводы, либо раз в 2 суток ходить в туалет, как-то это нормально себя чувствует. Причём, ну так, чисто визуально, по тому объему яблок, что я съел. Я ходил за это время 2 раза за яблоками. В общем, килограмм 10, наверное, я принёс. Пусть половину я очистил. Ну, 5 килограмм яблок я, может быть, даже съел. Пусть 4 даже, 4 килограмма яблок. Ну, конечно же, часть ушла с мочой. Ну, моча – это не просто вода, как жика. Это, в первую очередь, мочилина. Это результат жизни, деятельности наших клеток. Таким образом, это не означает, что яблоки – это какие-то там отходы. Это говорит о том, что мои клетки работают и производят все свои деятельности именно отходы. Одновременно с этим кало – это тоже не является чисто непереработанными яблоками. Это уже, когда сдал микрофлора, так называемая, поедает эти яблочки. Потом она же, эти бактерии, этот белок чистейший, полезнейший, впитывается в кишечнике, тоже идёт переработка. Это уже в процессе обмена веществ и жизнедеятельности тех же самых клеток зарабатывают те самые вещества, которые являются в результате кала. Это лимфатическая система. Короче, кровь переносит питательные вещества клеткам, а лимфатическая система уже переносит то, что осталось обратно в кишечник в толстую кишку. Таким образом, это не просто то, что… не то, что переваривается, а то, что уже остаётся после полной переработки. Как-то так. Можно сделать по-другому. Сейчас подожду яблоками, может через час-два. Вместе с яблоками извешусь и отмечу. А потом, каждый раз, когда буду их чистить, буду извешивать, сколько там их осталось. Короче, вычислять, а потом смотреть, какой лес после туалета. Можно так попробовать вместе с моими лесами напольными. Опять-таки, там минимальное деление в 100 грамм. Ну, короче, плюс-минус. Вот так. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Тут сложно будет вычислить, какая часть... Короче говоря, вы меня поняли, а? Но было бы интересно все-таки сравнить с тем количеством, именно массой отходов у обычного человека и у фруктоеда. К сожалению, это сложно сделать... Надо полностью прочистить кишечник... А вот... Тогда будет кишечник точно чистый... Продолжение следует... 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 Ну, как бы нормальная температура, а потом можно водички выкупаться, водой просто обмыться. Сначала надо взвеситься. Так... 77,1... 77,1... Время, время, времечко... 14,02... В принципе, в принципе... 77,1... А я взвешивался... 77,2... Ну, плюс-минус... Нужно ещё полчасика просидеть. Пока твой закончится. Вода пройдёт. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Ладно, пока ранние сорта есть. Долго обрабатываются. Долго обрабатываются. А где там переоревается? Ладно, посмотрим, что получится. Долго обрабатываются. 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 Продолжение следует... 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 Так, я обещал рассказать о своих планах на осень, но о том, что я осень собираюсь переходить на планы, вы об этом уже знаете. В конце осени я собираюсь поехать в Киев, меня пригласил Виктор. Он занимается альтернативной энергетикой, но он как бы не сам разрабатывает методы экономии энергии, он принимает участие в организации мероприятий, типа выставок, конференций и тому подобное. У него есть своя экологическая, так сказать, организация, сайты alternativeenergy.ru, это российский сайт, eco-world.ua. На одной из своих выставок, конференций они такие вот ручки раздавали бесплатно с три планки ихних сайтов. Также они занимаются посадкой деревьев в Киеве, поливкой, ну и там подобные вещами. В общем, да, по моим видео он со мной списался, познакомились, он ко мне приезжал недавно. И это было еще в Донецке, он меня приглашал сначала, наверное, под Киевом там живет, сначала под Киевом сделать лекцию прочитать по поводу питания, проделиться своим опытом. Ну, потом мы переиграли, в конце осени будет презентация альтернативная энергетика в Киеве. И как завершение к этому мероприятию я выступлю с лекцией по поводу, лекция будет называться, естественно, питание человеческого организма. Вот, и в тот момент я думаю уже перейти на прану, но по поводу прана я ничего рассказывать не стану, поскольку там соберется аудитория все-таки более стремленная, так сказать, целевая аудитория по энергетике. Они будут так расположены, то, что человек может вообще ничем не питаться физически, только воздухом, это их просто шокирует. Я расскажу по поводу сыроедения, фруктоедения, веганства, поделюсь своим опытом. Вот это то, что я хотел сказать по поводу планов на осень. Здесь все будет нормально, у меня там есть кинопроектор, видеопроектор. Одно из этих видео, которое я сейчас снимаю, можно будет ускорить и показывать качество картинки того, что, походу, комментировать. Что, ну, как со мной все болят, я ем только яблок. Таким образом привлечь аудиторию к проблеме питания и к тому, что в любой момент может наступить продовольственный кризис, либо какие-то военные действия, типа тех, что произошли на Донбассе. Ну, это не исключено. От этого никто не застраховывает. Просто, ну, люди могут достаться без советского существования. Я же предложил альтернативный вариант. Если после этого просмотры резко не пойдет вверх, я просто брошу это дело. У меня есть по этому поводу уже свои мысли, чем я буду заниматься. Я больше ничего снимать не буду, ни за что агитировать. Пусть люди сами разбираются. По крайней мере, на первом этапе точно. Таковы мои планы. Зимой, конечно, здесь будет холодно, но я надеюсь, в каком времени, научиться переносить и холод, контролировать температуру своего тела. Но, если это будет происходить очень медленно, по крайней мере, у отца есть и зимние вещи в частности. Здесь нет газа, электричество есть, нам за него платить не будет, придется мне платить, а у меня денег нет. Есть электрообогреватели, но, сами понимаете, не будет очень много мотать электроэнергии, поэтому будет экономно. Можно на холода, холода переживать там у отца, но дело в том, что там я не смогу делать то, что мне хочется делать. Там две маленькие комнаты и три взрослых, четыре будет взрослых человека. Вот, поэтому я хочу остаться здесь. Возьмите. Используйте герkel. Продолжение следует... 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 Ну, вот так вот в голову пришло, я поделился. Раньше я очень сильно потел, это было такое дело. Запах был. Ну, я как бы привыкший к нему, но было заметно. Помню такую ситуацию. В Крыму мы практику проходили, от училища ездили в южный берег Крыма, по Судакон, поселок Морской. Короче говоря, училища была в ресторанах сервисовой торговли, я получал диплом в товаровед-коммерсант, наш специалист. И вместе с поварами и официантами мы ездили в пациент, шахтер назывался. Они работали, значит, в столовой, одни на кухне повара, а другие столовой официантами. А мы, значит, продавцы либо в овощном цеху, только учились кокосы нарезать, там вот подобные вещи. Либо на мойке посуду мыли, там была машина, конечно, древняя советская, еще тем не менее. И одну смену я официантом тоже работал. Там ничего сложного не было, просто бывали запары некоторые. Я веду к чему? Я мылся дольше как минимум два раза в день. У меня одна там деловая бабулька, она управляющая, короче, у нас были свои... Блин, скажи мне, я скажу, ну, не преподавателя, а, короче, преподы. Руководители производства, преподаватели. И был управляющий, значит, этим пансионатом от шахты. И она, короче, сделала замечание сначала моим преподавателям, а преподавателям моему другу. Что, типа, от меня постоянно прет. Ну, неприятно пахнет. Но, тем не менее, я реально два раза в день, в обеденный перерыв, и вечером я копался, душу всякого положения. Это говорит о том, что мое тело интенсивно избавлялось от того, что, на самом деле, не должно было в него попадать. На тот момент, как бы, денег было немного, я не покупал себе ничего, что могло бы вызывать такой неприятный запах, тем более. Ну, из мясного, там, было постоянно мясное, какие-то, там, котлеты, может, такого типа. Вот, ни кетчупов, ни соусов, это никакой химикности. Ну, все вареное, все жареное, естественно. Свежего, там, ничего, я не помню. В общем, я иду к тому, что, уже на тот момент, у меня тело, как бы, очищалось. И это все выходило в том числе и через кожу. Вот, через дыхание, через кожу, через все выделительные системы нашего организма. Ну, если я других тянула сигаретами, то есть дымом, то... у них иммунитет был гораздо ниже, чем у меня. Поэтому, их здоровье, их организмы были не настолько заняты именно самоочищением. То есть они очищались совсем от другого. Ну, не от сального питания, выведения токсинов, не от пищи именно. А вот сигареты, ну, и выпивка, там, тоже пиво. Пиво на то время так вообще алкогольным, слабо алкогольным напитком считалось. Это сейчас пиво считается алкогольным напитком. Недавний порт. Вот, на тот момент нужно было вечером и пиво выпить. Особенно, если преподы делали вид, что не замечали это. Если перед выходным. Ну, мы работали один через один. Два с половиной месяца море. Никогда не забезу. Так. Скоро. Продолжение следует... 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 По поводу зубов тоже можно добавить. Зубы все на месте. То есть все зависит от первоначального состояния организма. А не говоришь, что у других может все быть так у меня. Хорошо. Я не могу это вытуживать. Что если кто-то решит поступить так в питание, что все будет так гладко, отнюдь. Надо все-таки то, чем решаться на это, все хорошенечко обдумать. К чему может привести продолжение того питания. Вот о чем может привести переход на фрутоидение или сыроидение. И как быстро это можно сделать. Поехали. 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 Продолжение следует... 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 Слышно, сделай нынде, попался. Продолжение следует... 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 восьмидесятый один. Точно. Теперь надо шестерый. Продолжение следует...